Приветствую! Это вторая часть, посвященная настройке карбютора Solix на моем 2101 с двигателем 1.9 именно с широкопролосным датчиком кислорода, то есть оптимизировать смесь. Итак, прежде чем перейти к пояснению, я хочу показать на практике, что есть на практике, что было сделано и как себя ведет двигатель. Откатка начинается с небольшой доработки воздухозаборника. В качестве воздухозаборника я использую обычные пластиковые канализационные трубы Хочу заметить, что вся система выглядит следующим образом. С этой стороны я заглушил его. У меня, кстати, корпус от распиленного базальтовского масляного фильтра, который я показывал в соответствующем видео. Вон она вся труба. В эту трубу вставляется часть воздухофильтра. Она сюда просто ставится. Ну и, соответственно, сверху ставится фильтр и все остальное. Хочу сразу пояснить, вот какой момент. Во-первых, вот эта часть сюда вставляется. Она сюда вставляется, ну она стоит там довольно плотно, но в то же время там нету такой мегагерметичности какой-то. То есть тут фильтр дальше прижимается, и он никуда отсюда не выскочит. Значит, многие люди почему-то, к сожалению, путают две абсолютно разные вещи. Путают воздухозаборник и инерционный надув, систему с инерционным надувом. Значит, сразу скажу, то есть есть система инерционным надувом. Я рассказывал в предыдущих видеороликах, я лично напомню, что при грамотной спроектированной системе, да и прирост мощности получается всего в 1% на двигателе. И система работает где-то после 150 км в час, когда автомобиль развивает существенную скорость. Значит, в данном случае воздухозаборник, вся задача воздухозаборника заключается в том, чтобы обеспечить на входе в фильтр воздух, который имеет температуру улицы, то есть окружающей среды. Не теплый, который нагретый возле двигателя, а, ну можно сказать, там свежий воздух с улицы. Это вся задача воздухозаборника. То есть, соответственно, его форма, расположение должно быть такое, что, во-первых, он не должен собой представлять какой-то очень большой шланг. Бывает очень часто в стандартных вариантах, здесь я отрезал, но здесь вставляется такая пластмассовая штуковина. Вот она, эта пластмасска. То есть она туда вставляется, и сюда вешается такой шланг маленький, диаметром, типа гофрочка, и выводится куда-то под капотом, который имеет очень существенную длину. То есть, соответственно, это является лишним подпором всей системы. То есть, в данном случае воздухозаборник сделан очень просто. Это просто кусок трубы диаметром 80 мм. И все. То есть он довольно короткий, тут где-то миллиметров 300, ну может быть 330 максимум до... То есть, ну вот, начало до фильтра. Ну и также я не хочу резать ничего, там решетку, ничего. Мне нужно, чтобы был... Ну, мне нравится стандартный вид, то есть какие-то там навороты. То есть у меня и так капот здесь затюненный под бачок и радиатор. Ну, так хотя бы эта штука будет стандартной выглядеть. Ну и перед началом эксперимента я выкрутил свечу зажигания. Я выкрутил из первого цилиндра свечу. Значит, я в предыдущем видео говорил, что по сборке, что я ставлю сюда свечи БУ, которые у меня здесь стояли. Значит, хочу обратить ваше внимание на нагар. То есть мне как-то написали в предыдущем видео, что почему ты не выкрутил свечу. Я сказал, что... Ну, мало я все-таки проехал. Значит, сейчас я вот на первичной камере... То есть вот видно, что свеча она белесая, но она не остатки старого нагара. То есть она еще полностью не очистилась. Я на всем вот этом вот отрегулированном после проверки с лямбда датчиком настройки карбюратора проехал всего где-то около 100 километров. Ну, может, чуть-чуть больше. Но этого более-менее достаточно, чтобы немножко очистились свечи. В этот раз я чуть более основательно приготовился. Значит, с чего начинаем. Сначала я заложу, потом включаю Innovate. Почему так? Потому что при заводке падает очень сильное напряжение и... Ну, коннект. И, в общем, он вырубается. Это раз. Вот он пошел прогрев. И запускаем запись с экрана. Так, запись. Для синхрона, собственно. Теперь, значит, вот на холостых у нас смесь. Ну и, собственно, какая демонстрация. Это того, что... Ну, в общем, на малой нагрузке... То есть я трогаюсь. Эту херню надо убрать будет. Ну вот. Двигатель еще... Ну, он остыл просто, пока мы тут делали. Туда-сюда. То есть он еще не прогрет до полной рабочей температуры. Ну вот, пожалуйста, на малых нагрузках смесь в районе 15. Теперь, какой интересный момент. Вторая передача. Вот где-то тысяча с чем-то. То есть, ну вот в районе 14 он, пожалуйста. То есть на малых таких оборотах. Но все равно, то есть он не богатит. Так, чтобы аж сильно богатить. Ну, например, со второй передачи мы идем. То есть сначала он чуть объединился. То есть на низких оборотах он работает вполне адекватно. То есть там, где не нужна сильно богатая смесь, все может. Вот так я бросаю газ. Системы АПХХ у меня нет, соответственно. АПХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Продолжение следует... Ну вот, смесь в норме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вся система работает таким образом... Ну вот, давайте еще раз попробуем... Третья передача... То есть так, в среднем диапазоне он дает смесь в принципе нормальную... То есть, ну как... И вот первичная камера... Вот мы его закручиваем до... Пожалуйста, четырех с половиной... И он дает смесь богатую... Ну, карбюратор, то есть... Можно попробовать... Единственное что... Поставить... Воздух... Именно воздушный жеклер... В первичку... Чуть больше... Чтобы он на высоких оборотах... Давал больше торможения... Топлива... То есть давал больше воздуха... Ну вот у меня стоит 165-й воздух... Можно, конечно, попытаться поставить... У меня есть, по-моему, там 180... Или 170... По-моему, 180 у меня есть... Ну, 180 опять же таким... Тут не нажимай только... 180 это... Ну, мне кажется... Почему-то кажется, что много... Потому что... Ну, все-таки 165... Если бы у меня был какой-нибудь 175... Ну, хотя... Ну, в общем, сейчас можем попробовать это сделать... То есть воздух стал холоднее... И... Смесь... Состав свой не изменила... Как только что вы можете заметить... Именно в таком... Ну, маленьком режиме... Среднем, там низко... Но на максимуме он стал богатить... То есть воздуха стало... Ну, не знаю... Больше-меньше... То есть вот он богатит, сволочь... Так, ну... Проверим вторичку... Сильно богатая смесь... Ну, в общем, видно... 11,5 смесь очень богатая... В общем, ясно... Ну, давайте еще раз проверим... Да... Смесь богатая... Ладно... Значит, что нам нужно сделать... Сейчас я выключу... Раз... И отсоединим вот это дело два... Значит, по факту... В первичную камеру я хочу поставить воздух чуть-чуть больше... Для того, чтобы объединить смесь... То есть в конце... Когда он раскручивается где-то до 4000... То есть он начинает ее богатить... И это нужно воздух увеличить... Это первый момент... И во вторичку... Сделать ее беднее... Сделать беднее вторичку... У меня 125-й воздух... Соответственно, я хочу туда попробовать поставить... Воздух... Типа как 135 или даже 145... Начать вот... Именно с воздуха... То есть... Топливо оставить таким, каким оно есть... Я... Оказался не прав... У меня здесь был 135-й воздух во вторичке... Я сюда поставил 145-й воздух... То есть сделал его... Ну, воздуха добавил больше... Так... Ну, зараза, плохо видно... Так... И в первичку я поставил вместо 165-ти... 180... Так... Вот тут плохо видно... Ну, это 180... Первичка... Топливо 107,5... Воздух 180... Вторичка... Топливо 122,5... Воздух 145... Мы все заменили... Смотрим... Так... Ну, сейчас проверим... Все в действии... Так... Это все первичка... Ну, здесь был такой разгон... В общем, непонятный... Потому что... Светопор и все такое... Так... Сейчас встанем... Значит... Сначала... Я хочу проверить... Соответственно... Разгон... На... Первичной камере... Ну, то есть... Не то, что даже... Разгон... А... Не бегит... Не богатит ли он... Так... Идем плавно... Так... Ну, теперь пошли... Лучше стало... Ты знаешь... Лучше стало... Здесь светофоры... Но все равно... Я его не объединил... Настолько... Насколько хотел... Надо посмотреть... Может там где-то 190... Воздух у меня есть... Ну, так... Смесь в среднем диапазоне осталась... В норме... Так... Сейчас надо отсюда... Свалить... Так... Вот еще раз... Первичка... До 4... Ну... Такой ненагруженный режим... Стихиометрия... Вот в районе двух... С половиной... Трех... Ну... В принципе... Это нормально... В таком режиме... Стихиометрия... Ну... То есть... Все-таки... Система... Я к чему это все показываю... То есть... Система немножко... Конечно... Корявая... С карбюратором... Потому что... Мне хотелось бы здесь... Чтобы было... Где-то 14,2... Все-таки... А... А... Прогазовки... Соответственно... В этом же режиме... Я тоже хочу увидеть... Где-то 14,2... А не 13,2... Но... Увы... Увы... Такова система... Ладно... Ну... В общем... С первичкой... Я считаю... Что более-менее... Вот прямо сейчас... Сию минуту... Я разобрался... Первичная камера работает... Ну... Может быть... Не на... 200% адекватно... Но... Вполне... То есть... Из того... Что может этот карбюратор давать... Она вполне работает в адеквате... Теперь... Естественно... Вопрос... На сколько стало лучше работать вторичная камера... Потому что... Когда я открываю вторичную камеру... У нас... Ну... То есть... Срабатывает... Соответственно... И первая... И вторая камера... Так... Ну... Сейчас мы выйдем на ровную дистанцию... Хотя здесь вот как раз горочка... Ну... Давай попробуем... Все равно... Ладно... 11,7 было... В общем... Сейчас мы объедим ее еще... Вторичку... Именно вторичку мы объедим... Сейчас... Сейчас мы заедем туда... Ну... Смотри... Сколько мы идем... Даже чуть больше... Три... Двести где-то оборотов... Смесь у нас... Как раз стихиометрия почти... То есть... 14,7... 15 там... Копейками... Но она так... Прыгает... То есть... Эконом режим как раз... Ну... Нормально... То, что он и должен давать... Значит... Я все-таки нашел... 190-й Жаклер... Это максимальный... Который у меня был... Это Саковского, по-моему... Карбюратора у меня... Вот он... 190... И... Это в первичку я все-таки решил поставить... И во вторичку... Здесь... Я хотел 165... Но все-таки... 155... То есть... Был 145... Я поставил 155... Ну... Чтобы плавно наблюдать... Ну... Вообще... Как изменяется характеристика... С одной стороны... 190-й здесь должен работать хорошо... С другой стороны... Я боюсь, что он может... Беднить в среднем режиме... Ну... Сейчас посмотрим... Так... Ну... Сейчас очки одену... Сначала давай... О... Как раз сзади красный... Поехали... Сначала давай проверим... Первичку... Не будет он ли слишком ее беднить... Древ так не сказал, что он ее беднит... Ну... Давай, например, смотри... Вот мы едем на первичке... Так... Слушай... Я 190-й поставил... Ну... Может на 2 копейки стало лучше... Я думал... Хуже будет... Ну... Мало ли... Знаешь... То есть... Опять... Пятое... У нас эконом режим... Ну... Ниже трех... У нас... Оно не очень... Я сейчас разгоню до... 100... Ну... Вот... Это три с чем-то... Сейчас... Отпустим... Тут просто корочка небольшая... Нет... Смотри... Стихиометрия... Ну... То есть... 190-й жаклер... Вполне... Тут сейчас спуск небольшой... Поэтому я приотпустил... Ну... Смотри... Нормально идет... Наверх сейчас проверить надо... А вот мы сейчас вторичку наверх и проверим... Так... Встанем сейчас вправо... А вправо кто-то стоит... Что-то тут с мужиком случилось... Так... Смотри... Я хочу... Проверить вторичку... Вот мы... 70 км... Это первичка... Все равно богато... Ладно... Надо было все-таки... 165 поставить воздух... На вторичку? Да... Ну... Сейчас и сделаем... По итогу... После некоторых размышлений... Было принято решение следующее... Значит... Я здесь... Во вторичной камере... Только что менял... То есть... Был 135-й воздух... 145-й... 155-й... Изменений в составе смеси я не увидел... То есть... Ну... По жаклерам разница довольно существенная... Плюс даже 190-й я поставил в первичку... Что должно было все объединить... Но... Разницы существенные... Я вообще даже никакой не заметил... Значит... Было принято решение какое? Здесь топливный жаклер был... 122,5-й... Во вторичке... Я вместо него поставил... 115-й жаклер... То есть... Ну... На мой взгляд... Дело в жаклёре... То есть... Он слишком много все-таки давал... Ну... Так... Собственно... После всех замен... Вот... Ну... Не... Так это на холостых он... На холостых это... Ни о ничем не говорит... Так... Ну... Поехали... У нас первичка... Семейный экипаж... Как говорится... Чё ж ты хочешь... Ну... Сейчас будем пробовать... Ну... Тут как раз подъёмчик... Сейчас мы отпустим их немножко... Я вот хочу посмотреть на экрану... Так... Это малый дроссель... Сейчас пусть они проедут... О! Вот сейчас я увидел... То что я хотел... Сейчас мы... 12 было где-то и 6... 12 и 7... Вот с этим жеклёром... Воздухом... Со всеми... Со всеми делами... Ну... Это мы на первичке идём... Так... Вторичка... Ну... Ты знаешь... В принципе... Это то что надо... В принципе... Это то что надо... 12 и 3... Ну... Вообще... Конечно... Теоретически... Можно было бы попробовать... Джеклер не 115... А 112... У меня есть... Чтобы чуть-чуть... Вот всё-таки... На... Капочку... Давай сделаем... Потому что всё-таки... Так он... Вот... В эконом режиме идёт... Вполне адекватно... То есть... Вот первичка... Эконом режим... Всё идёт... Адекватно... Давай... Сейчас поставим туда... 112... И проверим... Сейчас где-нибудь тут съезд... Я найду... Ну вот... Экономка... Всё... Естественно... И как раз... Мы подождали... Потока... Сейчас поток пройдёт... Так... Ну... Мы можем... Потихоньку... В принципе... Выдвигаться... Не... Сейчас... Подожди... Давай... Давай пропустим... Так... Сначала у нас... Скорее... То есть... Первичка... Так... О! О! 12... Ну... В принципе... Не так... Чтоб совсем... Но неплохо... Короче... Я считаю... Можно так оставить... На первый... Ну... Для первого раза... Вот это эконом режим... То есть стихиометрия... На пятый... Пусть будет... Пока ничего не закрываем... Я только выйду в средний ряд... Потому что... Тут... Вот и догнали всю толпу... Это... Работники... А... Это... Аргон... Аргон... Да там и кислород у него есть... Ну... Ну... Вот... Все... Собственно... Толпа была... Очень быстро... Догнана... Можно так сказать... Ха-ха-ха... Дальше уже проверять... Ну... Вообще... Вот... Пятая передача... На ней... Вторичка... В принципе... И не нужна... Это... Вообще... Эконом режим... То есть... Единственное... Каких параметров... Мне не хватает... Это... Процент... Открытия дросселя... Ну... Или там... Процент пропускной способности... Карбюратора... Ну... Там сейчас дроссель... Открыть процентов... Ну... На 15... На 20... Ну... Пусть... До 25... И геометрия... Все... В гараж? Да... Офис... Так... Давай-ка... Я сначала здесь стану... Сейчас... Так... Все... Смотри за этим... Я сейчас возьму отвертку... И... Регульну... Сейчас мы... Еще раз... Я тебе же показывать буду... Чтоб ты их смотрел... Это для синхронки... Что там у нас? Вот... 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 Вот где-то так пусть будет... Ну... Вот где-то в этих пределах пусть так и остается... Все... Все... Вот я специально... Я сделал... Не 14... Не 15... А видишь... Где-то в районе 14,5... То есть видишь... Она так скачет... То есть чуть-чуть... Меньше чем стихиометрия... Точнее чуть-чуть больше... Так... Размыкаем... Сейчас... Подожди... Итак... Собственно на практике мы увидели вот такой результат... Давайте подытожим... Что у меня получилось... У меня получилось... Первая камера... Жеклер топлива у меня стоит 107,5... Это топливо... Воздух у меня получился 190... Вот из того что есть... Есть... Это... Воздух... Так... Дальше... Вторичная камера... По факту у меня получился... Жеклер 112... 112,5... Это топливо... И... Воздух... 155... 155... Воздух... Собственно... Вот с этими вот настройками... Карбюратор стал работать... Ну... Точнее смесь... Стала более-менее в оптимизированном режиме... Также я... Говорил в предыдущем видео... На... Холостом... На холостой ход и на переходную систему... У меня стоит... Жеклер 44... Это холостой ход... Значит... При всем при том что... Я показывал что не совсем... Ну... Не во всем диапазоне мне удалось оптимизировать смесь... Именно так как я хотел... Чтобы... Ну... В общем система работала полностью четко... Поэтому... Некоторых жеклеров... Мне просто не хватило... Я докуплю... Обязательно сделаю... Продолжение... Чуть позже... Ну вот... С этим всем... Система заработала... Ну так... Процентов... Ну где-то на 80... В принципе... Очень даже адекватно... Значит... Забегая вперед... Сразу же скажу... Я ездил до этого... На первичной камере... То есть... Фактически... Я поменял только воздух... Потому что он давал... Переобогащение... На... Первичной камере... Когда двигатель... Раскручивался... Где-то с 3 до 4 тысяч... То есть... Тогда он давал... Переобогащение... Если ездить... В плавном режиме... То смесь оставалась... В норме... Даже со 165 жеклером... Который был до этого... При этом... Расход топлива... У меня... Сократился... Ну где-то... От 30... До 40... Процентов... Именно в том режиме... В котором я езжу по городу... То есть... До этого... Карбюратор... У меня очень... Сильно заливал... Тогда бензин... Просто ведрами... И расход был... Я считал... Где-то около... Ну то есть... Мне 20 литровой канистры... Хватало... Примерно до тех же показаний... Как у меня... Стрелка... На... На приборе падал... То есть я... Конечно так... Прямо не считал... То есть я заливал... Какое-то количество бензина... И ездил... И примерно смотрел... Как у меня там... Стрелка опускается... До того же уровня... Пока не загорится... Допустим лампочка... И мне хватало... Примерно 20 литровой канистры... По городу... В своем режиме... Как я езжу... Где-то на 170... Километров... Там... Вот... Где-то в этих... Пределах... Сейчас... Расход топлива... Ну я не совсем... Так много... Проехал... Где-то... 120... Километров... Проехал... Но... Те... Расстояния... На которые я ездил... То есть... Примерно я знаю... Как оно уходило... То есть... Ну процентов на 30... На 40... Он стал меньше потреблять... Но это... Тема для... Еще одного видео... Части 3... В данном случае... Идет речь... За настройку... Значит... Почему... Так получилось... Значит... Вот широкополосный датчик... Мне позволил... Увидеть всю картину... Я до этого думал... Что вторичная камера... Дает... Слишком бедную смесь... Я воздух ставил... У меня... Изначально... Во вторичной камере... Было... Топливо... У меня было... 120... Сейчас... 122... С половиной... Вот... А... Воздух у меня был... 80... То есть... Ну... Соотношение было... Очень... Богатое... То есть... Совсем... Но я думал... Что он дает... Бедную смесь... Но когда я поставил широкополосный датчик... Я увидел... Что... Наоборот... Смесь очень богатая... Небольшое... Теперь пояснение... Из того... Что... Было сделано... Значит... Я нарисовал схему... Для того... Чтобы... Напомнить... Я в предыдущих видео... Более подробно... Рассказываю... О системах... Как работает карбюратор... Я лишь напомню основные тезисы... Диффузор карбюратора... То есть... Раз... Два... Вот он... Малый диффузор с распылителем... Главная дозирующая система... Которая состоит из топливного ножного жаклёра... Воздушного жаклёра... Ну и соответственно эмульсионные трубки... Но за эмульсионную трубку... В данном случае речи не идет... Здесь есть исключительно принцип... Значит... Вся система работает таким образом... Что... На малом расходе воздуха... Когда расход... Через... Малый диффузор маленький... Если убрать воздушный жаклёр... Допустим... Отрезать... То... Система будет работать следующим образом... Например... Вот у нас... График... Так... Где-то здесь у нас допустим... Будет точка... Ну вот... 14 к 1... Я... Упрощу... Так... Соответственно... Так... И это расход... Воздуха... Так вот... На малом расходе воздуха... Когда расход маленький... Истечение топлива из главного жаклёра... Будет соответственно маленькое... То есть так как... Давление не так сильно падает... То есть истечение идет произвольно... Но... Не сильно большое... И смесь будет... Чрезмерно... Бедная... То есть... Ну вот скажем там... На тысячи оборотов... Она будет где-то аж там... 22 допустим... К одному... По мере возрастания оборотов... Будет истечение топлива увеличиваться... Увеличиваться... И... В конце концов... К максимуму... Когда это допустим... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Ну вот... Допустим... Шесть... К шести... Будет смесь... Чересчур богатая... Очень... То есть... Ну где-то там скажем... Десять к одному... Как минимум... Так... И все это будет выглядеть... Примерно каким-то... Вот таким вот... Графиком... То есть... Относительно... Нормального... Нужного состава... Который есть... Для того чтобы выровнять характеристику... Ставят воздушный жеклер... Который... Оказывает... Тормозящий эффект... Пропуская... Небольшое количество воздуха... Он работает... Как раз... Наоборот... В... Обратном порядке... То есть... На малых оборотах... Вернее... На малом расходе воздуха... Он... Оказывает... Действие... Потормозящий эффект... Не сильно... Большой... То есть... Топливо истекает... Из жеклёра... Можно сказать... Произвольно... Из топливного... Но чем выше расход... Воздуха... Тем... Больше воздуха... Проникает... Через топливный... Через воздушный жеклер... И оказывает... Тормозящие действия... То есть... В... Главную дозирующую систему... Идет уже эмульсия... То есть... Не чистый бензин... А эмульсия... Воздух с бензином... То есть... Ну... Можно сказать... Что этот... Если... Рассмотреть... Воздушный жеклер... То он будет иметь... Какую-то вот такую... Характеристику... Но это... Очень грубое сравнение... То есть... Я просто... Это... Рассказываю... Чтобы просто напомнить... Как что работает... И... Получается так... Что... В итоге... Подбирается... Вся система... Таким образом... Чтобы... Топливный жеклер... На... Малых... Нагрузках... И оборотах... В каком-то диапазоне... Давал... Истечение... То есть... Чтобы у него было... Чтобы смесь... Более-менее... Колебалась... Вот в этих пределах... И потом... По мере возрастания... Оборотов... Далее... Тормозящий эффект... От... Воздушного жеклера... Чтобы... Все это дело... Оставалось... Примерно... В нужном нам диапазоне... Также... Важно заметить... Что... Главная дозирующая система... Не работает... Абсолютно с холостых оборотов... Там... Допустим... С тысячи... Для того... Чтобы... Двигатель... Уверенно работал... Скажем... С тысячи... До двух... В каком-то... Промежуточном диапазоне... Используется... Переходная система... На основе... На основе... Которая использует... Жеклер... С полторы... Вот... Где-то вот... С этой вот... Отметки... Ну... Соответственно... До конца... У меня... Из того... Что я показывал... У меня... На первичной камере... При разгоне... До четырех тысяч... Вот сейчас... Раз... Два... Три... Четыре... Вот... Вот это вот... Та точка... До которой я... Раскручиваю двигатель... Значит... Приведенных графиков... Сейчас у вас на экране... Скорость воздуха... В... Диффузоре... 24 миллиметра... То есть... Составляет... На... Четырех тысячах... Примерно... На моем объеме... Около... 140 метров в секунду... То есть... Из предыдущих видео... Я же замечу... Что 140 метров в секунду... Это... Критическая скорость... Воздушного потока... Выше которой... Уже... Ну... Нерационально... Рассматривать работу системы... Если скорость воздуха... Выше 140 метров... То есть... Уже там настолько... Низкое давление потока... И... Наполнение ухудшается... Что... Ну... В общем... Система работает... Очень низкоэффективно... То есть... У меня так и получается... Что на первичной камере... Он у меня... Довольно... Бодро... Раскручивается до... Примерно... Четырех... Ну... Максимум... Четырех с половиной тысяч... Вот возьмем... Допустим... Четыре... Четыре с половиной тысячи... Так у меня двигатель и работает... Значит... В этом диапазоне... У меня смесь остается... Где-то... Тысяч до... Трех с половиной... Четырех... У меня смесь... В принципе... Нормально... Стоит... То есть... Соотношение... А потом... Далее... У меня происходит... Обогащение... То есть... Ну... График имеет... Какую-то... Вот такую вот... Форму... То есть... Можно сказать... Вот он... Мой график... При этом я хочу заметить... Что я... Ставил воздушный жаклер... То есть... В данном случае... Мне не хватает... Полностью... Именно... Воздушного жаклёра... Потому что... У меня был изначально... 165... У меня график... Ну... Можно сказать... Вообще был... Крутой... Потом я поставил... 180... Потом 190... И стало чуть лучше... Но все равно... Он... Переобогащает... До 13... По-моему... Там... 13... И... 2... 13... И... 4... Где-то... В этих... Положениях... То есть... Там... Он... Конкретно... Переобогащает... То есть... Тут... Такое... Переобогащение... Не нужно... Стандартное... Значит... Если... Поставить сюда... Жеклер... Топливный... Допустим... Меньше... Я в предыдущем видео гонял... Показывал... Но к сожалению... Я не делал запись с экрана... То если поставить меньше... Допустим... Вместо 107,5... Поставить 105... Я ставил... То... Тогда... Вот в этом вот... Диапазоне... То есть... В начальном... Смесь... Становилась... Более... То есть... Что... Соответственно... Приводило... К... Ухудшению... Как... Динамических... Качеств... Так... Экономических... Показателей... Поэтому... В данном случае... Ну вот... Система... Да... Она работает... Именно в этом плане... Я это все... Рассказываю к тому... Что... Иногда... Почему-то... Бытует мнение... Что нужно... Там... На... На... В этих оборотах... На... Первичной камере... Добавлять... Топливо... То есть... Ну... В общем... Делать обогащение... Но... Как показывает практика... Этого делать не нужно... Система... И так... Довольно сильно обогатит... Смесь... Значит... Конечно... Еще... Было бы... Более интересно... Погонять... Все то же самое... На... Стандартном... Двигателе... Думаю... В будущем... Это мы погоняем... Но я не думаю... Что там разница будет... Существеннее... Чем... Здесь... Потому что... Объем двигателя... У меня... Хоть и 1,9... Но... На... Например... 1,7... То есть... Если бы шла речь... О двигателе... Скажем... Один и девять... И там... Один и два... Ну да... Собственно... Согласен... Разница... Может быть... Большая... Ну а так... Не шибко... Она будет большая... Это во-первых... Теперь... Что касается... Вторичной камеры... При переходе... С первой на вторичную... То есть... Я его сгоняю на первичной... Нажимаю газ в пол... И... Двигатель раскручивается дальше... При этом... Я чувствую... Очень сильно... Большой... Ну... Резвый подхват... Чуть ли не удар по трансмиссии... То есть... Двигатель... В итоге... Получился... Даже... Я бы сказал... Мощнее... Чем я рассчитывал изначально... И... На второй передаче... Это выражается в том... Что... Ну... В какой-то момент... Я лично... Побоялся... Что может разлететься... Даже коробка... То есть... Очень сильный рывок... На третьей передаче... Это конечно... Ну... Не так сильно чувствует... То есть... Нет уже такого удара... Но все равно... Подхват очень... Значительно... Ощутимый... То есть... Когда ты... Добавляешь вторичную камеру... По составу смеси... То есть... То что я... Только что привел... Допустим... Работа первичной камеры... По составу смеси на вторичную... У меня... Как я уже говорил... Изначально стоял... 122 топлива... 80 воздух... Но это... Чересчур богатая смесь... И я остановился... На варианте... 112 на 155... При этом... Смесь у меня получилась... Где-то... В районе... 12 с половиной... Примерно... Вот... Там... Естественно... В разных... Колеблется... В разных... Пределах... Значит... 12 с половиной... Допустим... И... При этом... Динамика автомобиля... Не ухудшится... Может быть... Даже и должна улучшиться... Потому что... Сильно... Богатая смесь... Тоже не нужна... Должно быть... Оптимальное количество... Воздуха... И бензина... Чтобы оно... Могло быстро... И качественно сгореть... То есть... Будет больше воздуха... Будет задержка... Будет больше бензина... Будут продукты... Которые не пошли... Полный цикл окисления... То есть... Соответственно... Тоже будет... Отдача в мощности... Хуже... Изначально... У меня было... Вообще... Там... Одиннадцать... И даже... Десять с половиной... До десяти доходило... Я поставил... Жеклер... 112... Значит... Я менял воздух... Вы видели... Что я... Был изначально... 135... Потом... 145... Потом... 155... И... Никакой... Разницы... То есть... Не то... Что там... Несущественно... А вообще... Никакой разницы... Фактически... Не было... При... 122... Топливе... То есть... Он как богатил... При 135... Воздухе... То же самое... Он давал... 155... Воздух... Разницы... Никакой... Не было... И... Я тогда решил... Ну... То есть... Пришел... Что нужно все-таки... Поставить топливный жеклер меньше... Хотя... Диффузор... У меня в карбюраторе... На вторичной камере... 26 миллиметров... При этом... Получилась... У меня... Довольно богатая смесь... Двенадцать с половиной... Где-то... Может быть... Даже местами... Там... До двенадцати... Значит... Я... Предполагаю... Что... Нужно будет... Поставить... Вместо... 112... Поставить жеклер сюда... Вот здесь напишу... 110... У меня есть... 107... Но... 107... Мне кажется... Слишком будет мало... Но... Значит... Я все... К чему это говорю... К тому... К сожалению... Я с удивлением обнаружил... Что у меня... Именно этого жеклера нету... А... Просто так кататься... Мне тоже... Не хотелось... То есть... Выбирать одно из другого... Во-вторых... Я посмотрю... Может быть... Будет другой воздух... Там... Какой-нибудь... Двухсотой... Или там... 210... На... Первичку... Чтобы поставить... И... Собственно... Эксперимент... Мне интересно... Все-таки... Систему... Добить до конца... Причем... Хочу заметить... Что... Относительно... Вторичной камеры... Почему я не захотел... У меня еще... У меня именно был... 107... С половиной... То есть... Казалось бы... Разница между 110... И 107... Ну... Очень незначительная... Но... Я хочу заметить... Вот что... Когда я... Обкатывал... Самый первый раз... Первичную камеру... Я остановился... На 107... Жеклёре... Я... Вместо него... Ставил... Жеклёр... 105... И 102... 102... Так вот... Если сейчас... У меня в подавляющем... Режиме диапазона... Смесь... Примерно... 14... Там... С половиной... Ну... То есть... Примерно... Стихиометрия... То... На 105... Жеклёре... У меня... Получалось... Почти... На единицу... Сдвиг... Он показывал... Где-то... 15,2... Сразу же... То есть... Так... Он где-то... 14,5... Показывал... 15,2... 15,3... И вот... В этих... Пределах... Он туда-сюда... Ходил... То есть... Это... Довольно... Существенно... Было... И... У меня... Вообще... Стал он показывать смесь... Где-то там... 15,8... 16... Там... И... То есть... Он совсем... Совсем объединился... И по разгону... По тяге... Я почувствовал... Что... Ну... Слабее стал двигатель идти... То есть... Как-то ему сложнее стало... Поэтому... Возвращаясь... Ко вторичной камере... Я отвечаю на вопрос... То есть... Почему я не захотел... Просто так... Пробовать 107... Но... Все-таки... Должен быть... Выбор... Именно... Чем... Меньший диапазон... Ну... Точнее... Чем больше вариантов... Тем... Соответственно... Точнее может быть... Результат... Потому что... Как я на практике убедился... Даже такие переходы... Там... Со 107,5 на 105... Очень существенно влияют... На состав смеси... То есть... Не просто там... Чуть-чуть... Допустим... Было там... Скажем... 14,3... Стало там... 14,7... Такого нет... То есть... Там очень большая разница... Поэтому... Соответственно... Все должно продолжиться... Значит... Дальше... Отвечаю сразу на вопрос... По поводу вспомогательных систем... Таких как... Экономайзер... Мощностных режимов... И Эконостат... В данном случае... У меня объем двигателя... 1,9... То есть... Ну... Скажем... Очень большой... Относительно... Чего рассчитан... Карбюратор... 21,041... Это... Который... 24 на 26... То есть... Потребление воздуха... У этого двигателя... Плюс... Распредвал... 780... Естественно... И потребление воздуха... У него очень... Большое... Поэтому... Карбюратора... Этого... Ну... Скажем так... В притык не хватает... Вот я сейчас... У вас... На экране привел... Например... График... Где... Видно... Скорость воздуха... В карбюраторе... В обоих диффузорах... То есть... Если суммировать их площадь... Поперечного сечения... То... Видно... Что... При полностью открытом дросселе... То есть... На... Каком режиме... Какая скорость воздуха... Это... Ну... Точнее... Линия... Это... Скорость воздуха... В впускном канале... Дело в том... Что... Двигатель... Получился... Мощный... С потенциалом... Хорошим... Но... Система впуска... Изначально я задумывал... Сюда поставить впрыск... Но мне хотелось... Откатать еще... Карбюратор... Значит... Вся проблема в том... Что... Этот двигатель... То есть... Здесь стоит... И головка... Расточенная... Может быть там... Не в самый пределы максимум... Но она... Ощутимо... Имеет пропускную способность... Ощутимо больше... Чем стандартная... И объем двигателя... Больше... И поршни... Легче... И маховик легче... То есть... У двигателя потенциал есть... Но... Сам впускной коллектор... Сам по себе... Он маленький... Он... Не может пропустить... Большое количество воздуха... И плюс... Стоит карбюратор... Который... Тоже ограничивает... Сильный воздушный поток... То есть... Получается... Вся мощность... Ну... То есть... То, что может двигатель... Потребить... То количество воздуха... Она сильно урезается... Процентов там... Ну... Минимум... На 30... А то и 40... Именно вот этой впускной системой... Самим впускным коллектором... И карбюратором... То есть... Соответственно... В дальнейшем... При установке впрыска... Это... Должно... Улучшить картину... Ну... Соответственно... Результатом... Я тоже поделюсь... Но это... В будущем... В данном случае... Идет речь о карбюраторе... Значит... Я к чему это говорю... К тому, что... Все системы... Вот эти... Эконостат... Экономайзер... Они... В данном случае... Работают немножко... В неадекватном режиме... Например... Экономайзер мощностных режимов... Ну... В предыдущем видео... Можете посмотреть... Там... Видно... Что... Я подсоединял вакуумометр... И разгон на... Вторичь... На первичной камере... Там... Все время... Давление в коллекторе... Ну... Разрежение... Там... 0,2... То есть... Это самое... Большое давление... Которое... Вообще... Было... В коллекторе... То есть... Ты нажимаешь газ... До... Открытия... Вторичной камеры... То есть... На первичке... Открываешь... Вакуумометр... Показывает... Мне сразу... До 0,2... Разрежение... И... По мере разгона... То есть... Оно опускается... Там... До 0,4... И... Некоторых... То есть... Ну... Где-то до 0,4... Оно опускалось... То есть... Система... Работает... Не совсем... В своем режиме... Также я не знаю... Когда именно... Начинается... Истечение... Из... Эконостата... Например... На вторичной... Камере... Можно конечно... Попробовать... Кстати говоря... Его... Отключить... То есть... Ну... В принципе... Это несложно... Там... Просто трубочку... Вытащить... И посмотреть... В каком режиме он работает... Но... Ну... То есть... Чтобы выйти на... Нужную мне смесь... Но... В данном случае... Это решение... Неправильное... Потому что... Система должна... Все-таки... Работать сбалансированно... И... Если... Допустим... Отключить... Эконостат... И получить более-менее... Ну... То есть... Тот состав смеси... Который нужен... То на... Каких-то режимах... Где более... Высокое будет... Потребление воздуха... Система может... Смесь давать... Довольно бедную... То есть... Обеднять... Наоборот... То есть... График будет не вниз уходить... А куда-то... Через какое-то время... То есть... Он будет... Где-то вот такой вот иметь... Подъем... То есть... Вся система должна работать... В общем... В своем режиме... То есть... Настройка на этом не заканчивается... Но... Из того... Что... Вообще... Вот... Полученным результатом... Мне конечно... Интересно... То есть... Я погонял... Я увидел результат... Что автомобиль лучше идет... И расход значительно меньше... Ну... В общем... Конечно... Когда я посмотрел... На состав смеси... И все... Результатом... Я остался доволен... Процентов... Ну... Где-то... 65... Ну... До 70 процентов... То есть... Потому что я увидел наглядно... Что... Ну... Неправильно он работает... И хоть ты... Что-то сделаешь... Неправильно он работает... Поэтому... Ну... Все-таки... Карбюратор есть карбюратор... Но... Система может быть... Доработана... Улучшена... Соответственно... Испытания продолжаются... Ну... И конечно... В конце... Я хочу рассмотреть... Вот какой момент... Я думаю... Было видно... Что при разгонах... Когда я даже... Клюну... Открываю вторичную камеру... У меня... Двигатель... Довольно весело... Раскручивался... Там... Где-то до... Четырех с половиной тысяч... Там... До пяти... Ну... Где-то пять... Больше там... Пяти... Я его в принципе... Не крутил... То есть... Оно уже так... В каком этом... Режиме... Довольно вяло шло... Значит... Вся... Проблема в том... Что... Как я уже говорил... Впускной коллектор... Вместе с карбюратором... Сильно... Ограничивает... Потребление воздуха... Двигателем... То есть... Двигатель... То есть... Опять... Если допустим... Привести... График... То есть... Скорость воздуха... То, что я привожу... Скорость воздуха... Ну... Оно... Почти... Ну... Оно очень приближенно к реальности... То есть... Если в реальности померить... Там скорость будет... Я думаю... Чуть больше... Но... Здесь... Значит... На что нужно смотреть... Оптимальная скорость воздуха... В коллекторе... И в карбюраторе... В пределах... От пятидесяти до... Девяносто метров в секунду... Ну... То есть... На оптимальнейшее наполнение... Вот когда... Это около семидесяти метров в секунду... Это из японских... Данных... То есть... Из одной литературы... По мотоциклетным карбюраторам... Это... Скорость воздуха... Позволяет... Наилучшим образом... Сделать... Смеси образования... И наполнение... То есть... Поток развивает... Хорошую кинетическую энергию... Чтобы... Зайти в цилиндр... И в то же время... Его... Скорость... И давление... Своего потока... Довольно хорошее... То есть... Чтобы... Что-то... С цилиндр... То есть... Что-то... Какой-то воздух... Закачать... Зашел... Если... Скорость воздуха превышает... Уже 140 метров в секунду... То есть... Это уже такой... Совсем предел... Вся система работает... Крайне неэффективно... То есть... Как видно из... Графика... То есть... Со всем этим... Делом... То есть... У меня... Фактически... Все время... Если так взять... Сказать... Скажем... Обороты средние... Выше средних... То есть... У меня фактически... Система работает... За... С пределом... За 90 метров в секунду... То есть... Я еще раз повторюсь... Что в реальности... Скорость должна быть... Чуть-чуть выше воздуха... Ну то есть... Примерно в этих пределах... Он работает с... Уже... Как бы... Он работает с... Большой задержкой... То есть... Соответственно... Эффективность... Значительно снижается... Поэтому... К пяти с половиной тысячам оборотов... И получается... Что... Двигатель уже просто... Тухнет... Ему просто не хватает... Воздуха... Вот... Это... Именно эту проблему... Должна решить... Установка впрыска... То есть... Инжектора с... Развитым впускным коллектором... Но... Об этом... Соответственно... Отдельное видео... С пояснением... Со всеми делами... А на этом... У меня... Все... Благодарю за внимание...